В середине августа, например, была опубликована запись агитационной встречи с сотрудниками одного из предприятий Тольятти. На этой встрече чиновник озвучил спущенные на город сверху планы по вербовке и рассказал о фактическом состоянии дел. По его словам, при плане в 2000 человек набрано было немногим более 250, то есть лишь 12,5% от требуемого количества. И это спустя 4-5 месяцев с начала вербовки. Давайте послушаем этого чиновника, чтобы вы не верили мне на слово. Мы неоднократно встречались и вместе с МВД, они в разговоре даже на нас обижались. Чтобы к нам пришли, мы перед законом чисты. Это действительно так. Они пришли, у них началась жизнь чистого листа. Мы все знаем, что в городе у нас очень серьёзные обстоит проблемы. с трудовыми кадрами, что везде не хватает рабочих. Поэтому в первую очередь мы всех вас просим провести разъяснительные беседы, поговорить с своими родственниками. Вы знаете, кто из них склонен к прохождению военной службы? Только сейчас, повторюсь, можно выбрать место прохождения службы. На город Тольятти поставлен план 2000 человек. Мы набрали немногим больше 250. Это 10-15% по зависимости от района. Если в течение месяца двух мы положение не выровняем, будет вторая волна. Уже никто никого спрашивает. И будут опять винтоматы понеснуть по месту. Поэтому сейчас, если кто-то хочет поправить своё материальное положение, остановить какое-то исполнительное производство, судебных приступов, всё это реально сделать. Вы скажете, Майкл, ну это в августе было. Сейчас-то уж пошли, наверное. Сейчас уже вот с августа же прошло, ну сколько, сентябрь, октябрь. Всё, ну ноябрь сейчас в середине. Тем не менее, вы скажете, а вот вдруг сейчас пошли осенью, когда самые тяжёлые бои, когда Россия идёт в мясные штурмы, когда, значит, распутятся. Вот тогда добровольцы по-настоящему захотели оказаться на фронте. Хорошо, давайте тогда посмотрим на другое видео. 11 ноября фонд «Свободная Якутия» опубликовал запись сентябрьского закрытого совещания чиновников, на котором военком Якутии озвучил данные по выполнению плана различными районами республики. Давайте посмотрим кусочек. Сейчас пройдусь по процентам, вот то, что мы говорим, выполнение задания. Вот мы с вами сейчас проводим работу, там говорим, планы на неделю один человек, кто-то два, кто-то три говорит. Вот смотрите, просто по расчётам, если взять, у нас осталось с вами, грубо говоря, ну три полных месяца, это 12 недель, да? Ну и плюс две недели ещё. 14 недель работы. Если в неделю отправлять по одному человеку, вот как, ну, я сейчас просто по процентам пробегусь, просто послушайте информацию свою и спланируйте работу таким образом. Разбивайте сейчас ваши остатки, которые остались, понедельно, и примерно плавно кидайте работать. Нам его не выполнить не дадут. Если кто-то не выполнит, будут другие районы работать. Я сейчас остановлюсь на тех, кто уже там за 100% вышел, кто работает на других, в смысле за других. Вот давайте просто по порядку, как бы и, может быть, всех и не надо пробегать, но картина примерно такая. Вот у нас полданский улуз. Задание 176 человек, 36 человек у нас всего пока за вами числится. Ну, плюс-минус два, там, три человека, которые, может, где-то не прошли, может, у вас чуть побольше. С учётом того, что в неделю отправлять по два человека, ну, 28, ну, 30 человек вы отправите. Вот примерно такой результат мы выходим. И так далее. Там он долго перечисляет различные, значит, районы, и насколько у них выполнен или не выполнен план. Для вашего удобства, и вообще для удобства, Конфликт Интеллигенс Тим собрали эти данные в таблицу и добавили к ним численность населения каждого района для наглядности. Как видно из этой таблицы, перед республикой был поставлен план по набору как минимум 3322 человек. В реальности немного больше, поскольку ВНКом озвучил данные не по всем районам. Что соответствует примерно вот этому общему плану в 470 тысяч человек при экстраполяции на всю страну. Возможно, для Якутии план был выше среднего, например, для компенсации недосдачи от других регионов. При этом в Якутии из требуемых 3322 человек к сентябрю было набрано менее трети. 1017 человек, или 30,6% от плана. Ну и сам вот этот ВНК заключает все тем, что ситуация просто ужасная. Поэтому, коллеги, я попрошу еще раз сесть, сядьте, совещание проведите, разбейте вот это задание остатки понедельно, на вот эти 14 недель. Ну, если сегодняшнюю считать, это 15 получается. Разбивайте и старайтесь придерживаться этого плана. Если чувствуете, что где-то отстаете, корректируйте работу свою. Ну, по-другому не будет. В конце года, уже сейчас у нас там Минобороны, Дмитрий Анатольевич Медведев, который на контроле это все держит постоянно, ежедневно. Сейчас уже вопросы задают у нас по республике. Самый низкий процент у нас в Дальневосточном федеральном округе. Поэтому все равно будет какая-то отдача, будет обратный вот этот весь механизм. Пугать никого, конечно, не буду, но ситуация серьезная. Поэтому попрошу всех то, что я сказал, учесть и организовать работу на выполнение задания все-таки. Итак, как видно из двух этих источников, темпа набора серьезным образом отстают от данных, которые регулярно озвучивает Медведев. А план по набору далек от выполнения. Вы скажете, Майкл, ну это только две ситуации. Вот только два региона. Может быть, в другой стране, ну в остальной стране все иначе. И там план перевыполняют. Хорошо. Давайте тогда с вами посмотрим на логически, как это должно быть устроено. Если вы уже закрыли годовой план, а судя по сообщению Медведева, годовой план закрыли, все, набирать больше никого не надо. Ну то есть набрали столько, сколько и планировали. То что тогда происходит? Тогда количество развешанных реклам, телевизионных реклам, реклам в телеграме снижается. Выплаты, которые обещают военным, ну вот тем, кого пытаются заманить, снижаются. Рейды для того, чтобы набрать этих, значит, добровольцев, но отдельно расскажу, как это происходит потом, тоже их количество снижается. Что происходит в реальности? Ровно, обратное. Одно из подтверждений того, что план далек от выполнения, это кампания по увеличению выплат для потенциальных контрактников. Только за последние две недели как минимум пять регионов увеличили существующие, либо ввели дополнительные выплаты при заключении контракта. Например, власти Марии Эл увеличили размер единовременной выплаты участникам войны в Украине, которые заключили контракт с Минобороны в добровольном порядке со 100 до 250 тысяч рублей. А глава Удмуртии Александр Обречалов заявил, что с начала декабря мобилизованные, которые заключит контракт, то есть перейдут с мобилизации на контракт, запомните, это нам потребуется позже, получат региональную выплату в размере 50 тысяч рублей. Выплаты будут касаться и тех, кто уже заключил контракт. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в области планируется отменить пункт, где указано, что гражданин должен быть прописан на территории региона. Помимо этого, единовременную выплату для завербованных власти собираются увеличить сразу в пять раз с 50 до 250 тысяч рублей. Я дополнительно обращу ваше внимание на вот эту историю с тем, что необязательно быть прописанным в регионе. Что это значит? Это значит, что в регионе план не выполняется критически, поэтому региону уже не важно, откуда именно приедут люди, хоть с Сахалина приедут к ним и пойдут мобилизованными от них, то есть в выполнении этого плана. И поэтому они пытаются их заманить, собственно, увеличенной выплатой. На сайте Авито появилось несколько объявлений о наборе контрактников в российскую армию. Заметил телеграм-канал, можем объяснить. В заголовках вакансий пишут о наборе госслужащих, но в описании прямо говорится о заключении контракта с армией. Будущим новобранцам обещают зарплату от 325 тысяч рублей. Объявления размещены в нескольких регионах, но везде указывается, что контракт заключается в Москве. Также сообщается о дополнительных мэрских выплатах в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. Именно такую сумму обещает московская мэрия. Еще 75 тысяч рублей в месяц будет доплачивать некое ГБУ. То есть Москва тоже пытается закрыться другими регионами. Мы это видели, когда еще мобилизация в Москве была. Когда, помните, еще вот Собчак, Богомолов, они прям хвалили Собянина и говорили, ну вот Собянин молодец. Значит, решил взять мигрантов, решил взять людей из других регионов, чтобы москвичей не подставлять. Абсолютно та же схема. То есть регионы теперь конкурируют между собой, чтобы набрать. Поэтому, например, вот в цифру, которую говорит Собянин, что Москва предоставила 22 тысячи человек, 22 тысячи добровольцев, типа выполнила план свой на год. Я верю. Не потому, что Москва какая-то в этом отношении суперэффективная, не потому, что там живут самые большие люди, которые хотят идти на войну в Украине и убивать там людей. Нет. Просто Москва, как это обычно с ней бывает, спылесосила со всей страны контрактников, потому что дает правильно больше всех денег. Глава республики Чуваший Олег Николаев также увеличил размер единовременной выплаты с 50 до 150 тысяч рублей для добровольцев, подписавших контракт с Министерством обороны. Кроме того, в регионе собираются предоставлять в собственность участникам войны с Украиной земельные участки. Ну, то есть ищут какие-то бонусы, которыми можно привлечь как можно больше людей, чтобы выполнить план. Глава Вашкортостана Радий Хабиров подписал указ о дополнительной единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей мобилизованным и призывникам, заключившим контракт с Минобороны после 10 ноября. Выплата полагается только жителям Башкортостана, не состоящим в национальных подразделениях, сформированных в республике. Указ будет действовать до 31 декабря 2023 года. В январе 2023 Хабиров подписал указ о выплатах в размере 200 тысяч рублей за каждые полгода в зоне боевых действий для добровольцев из Башкирии, участников СВО. CIT отмечает, что хотя подобная практика существовала на протяжении всей вербовочной кампании, то есть с этими выплатами и их увеличением, подобные инициативы в конце года сразу в нескольких субъектах федерации говорят об испытываемых властями трудностях с выполнением плана по вербовке. CIT, например, полагает, что цель данных инициатив даже не в том, чтобы выполнить план на 100%. Чиновники должны понимать, что это невозможно. Мы видели с вами, что где-то план был выполнен полгода назад на 12%, а где-то и сейчас план выполнен на 30%. И задача чиновников в этом контексте не выполнить план, а обойти коллег из других регионов и не оказаться в хвосте списка по показателям KPI, которым вербовка на контракт теперь играет одну из ключевых ролей. Продолжение следует...